Доброе утро, ребята! Мяч попинать с роботом здесь у нас не получится, все-таки мы находимся практически в настоящей лаборатории. Но вот пожать роботу и почувствовать себя героем, наверное, фильма «Терминатор» мы вполне себе можем. Повторюсь, вот находимся вот в лаборатории, посмотрите, здесь столько деталек мелких, столько разного скраба технического, вот, наверное, как раз и всего этого. И собираются настоящие роботы. Вот, руку я сейчас поставлю, пусть он дальше работает, а мы вот пойдем знакомиться с отцом сибирских роботов. Сейчас подойдем поближе. Здравствуйте! Да, рядом со мной Андрей Беляев, он как раз и, ну, и разрабатывает настоящих наших сибирских отечественных роботов. Андрея, кстати, отметили на гражданском форуме в номинации «Люди делают», то есть кто-то вот рассказал про замечательный проект и его выделили. Так, Андрей, ну вот расскажите нам, пожалуйста, каких роботов вы делаете? Мы делаем роботов антропоморфного типа, так или иначе социально направленных, то есть умением общаться с людьми, отвечать на вопросы, распознавать объекты различные. Ну, делаем различные системы автоматизации, различные проекты по протезированию вот у нас научные. Так, а вот сейчас мы познакомимся с вашим роботом. Я знаю, что вот есть такой практически похожий на настоящего живого робота. Зовут его как? Робот-волонтер Валя. Специальный проект был создан для универсиады, чтобы выступать в роли волонтера. А можно как-то вот попросить Валю нам что-то сказать или поработать? Нет. А что ты же вроде вот у вас говорил, когда мы тут готовились? Да, говорил, просто постоянно работаем над ним, постоянно обновляем храмовое обеспечение в данный момент. В разработке находится. А что потом Валя будет делать? Какие функции будет нести? Консультировать по местам универсиады, по тем, какие мероприятия происходят в данный момент. В общем, в онлайн-режиме информационные услуги оказывают для людей и посетителей универсиады на разных языках. Андрей, а вот знаю я, что, собственно, как робота назовешь, да, так он и поплывет. Вот от имени зависит характер, да? Да, напрямую зависит характер. У этого робота женский характер. Постоянно то работает, то не работает. До этого робот был с мужским именем Петруха. Было все гораздо удачнее. Теперь будем знать, какое имя давать роботам. То есть к роботу, получается, как и человеку нужен какой-то персональный подход? Ну да, любую технику, я думаю, можно вложить душу и, соответственно, дать имя. Наверное, так все и будет работать. Ну, Андрей, ну и расскажите нам, пожалуйста, когда-нибудь все-таки землю захватят роботы, поработят человечество? Как вы считаете? Нет, я думаю, это из мира фантастики. Роботы будут трудиться на благо человечества, облегчать жизнь людей, делать людей более свободными, более счастливыми. Люди смогут заниматься своей любимой работой, а не той работой, которой они не любят. Ходить там постоянно на работу и так далее. То есть захвата не будет, все в наших руках, поэтому можете быть спокойны. Ну вот профессиональные разработчики нас успокаивают. Надеюсь, эти прогнозы сбудутся. Надеюсь, что Валентина, Петруха и все остальные заработают. Ну и будет нам счастье. Студия! Субтитры сделал DimaTorzok